Здравствуйте! Вы смотрите программу Эксперт Сток на телеканале Казах ТВ. Мы продолжаем серию интервью с зарубежными и казахстанскими экспертами о COVID-19. Сегодня мы узнаем, насколько высока возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией. Прямо сейчас с нами на связи из Москвы Российская Федерация доктор медицинских наук, профессор, куратор проекта по изучению иммунитета, который формируется у переболевших COVID-19 к новому вирусу Антон Ершов. Здравствуйте, Антон Валерьевич! Здравствуйте! Шведское агентство здравоохранения заявило, что иммунитет к коронавирусу после перенесенного заболевания сохраняется по меньшей мере 6 месяцев. Ваше мнение на этот счет? На самом деле мы тоже за пациентами, которые переболели коронавирусной инфекцией, наблюдаем достаточно долгий промежуток времени. Самые первые пациенты, за которыми мы наблюдаем, переболели в свое время еще в феврале этого года. И мы в действительности видим, что на протяжении 3-4 месяцев после болезни иммунитет, уровень антител держится на стабильных цифрах, практически не меняется. Начиная с 4-5 месяца, у разных людей по-разному, иммунитет начинает на самом деле достаточно быстро падать и представляется, что защита от коронавируса тоже снижается. Мы видели, что к 5-6 месяцу оно снижается до нуля. Ну, собственно говоря, я сам тоже переболел в этой же примерно волне. И картина была идентичная. К 5-му месяцу титр антител составил ноль. То есть они исчезли. А уже вроде как давно известный факт, что есть так называемый гуморальный иммунитет, ну то есть жидкостный и так далее, в том числе антитела. И как бы клеточный, который более серьезный и его уже тестом на антитела не определишь, но организм активнее сопротивляется инфекции. Вот есть какие-то уже данные по этому поводу, по коронавирусной инфекции или еще нет? На самом деле, да, сейчас абсолютно все начинают разбираться то, что есть клеточный иммунитет, есть гуморальный иммунитет. Правильно вы сказали, гуморальный иммунитет, он прежде всего обусловлен антителами. И в основном, и чаще всего он обуславливает противовирусную защиту. И есть клеточный иммунитет. 100% роль его при вирусах не столь значима, как у гуморального. Сейчас, к сожалению, мы, так скажем, достоверно на 100%, наверное, не знаем роль при коронавирусной инфекции гуморального иммунитета. Мы не знаем вот точно, сколько должны держаться антитела. Сколько будут держаться антитела против вакцины. Сколько составляет так называемый защитный титр антител. Еще меньше информации у нас сейчас про клеточный иммунитет. Мы надеялись, что на самом деле клеточный иммунитет позволит людям не заболевать повторно. Хотя, с другой стороны, сейчас все больше и больше данных о том, что люди все-таки заболевают повторно. На том фоне, когда титр антител становится нулевым. Соответственно, я думаю, что и роль, и значимость клеточного иммунитета, она будет немножко снижаться. По крайней мере, сейчас мы это видим. Как будет через месяц, через два, ну, глянем. Антон Валерьевич, вы ведь, получается, дважды переболели коронавирусом. Как вы думаете, это на самом деле было повторное заражение? Если да, то как это произошло? Я думаю, что таких людей достаточно много. Наверное, знаете, правильнее сказать, одни из немногих, кто постоянно обследуется. И смогли это точно идентифицировать. Я думаю, проблема только в этом. Потому что очень большое количество людей переносит болезнь достаточно легко. Которую очень сложно, наверное, дифференцировать от простого ОРВИ. И если вы на этом фоне не сдаете специальные анализы, да? Ну, вы думаете, что вы ОРВИ переносите спокойно. Вот. И вы не сдаете антитела те же, то вы не поймете, что вы переболели коронавирусом. Собственно говоря, у меня первый раз так и было. Я антитела выявил совершенно случайно, сдав просто в целях эксперимента свою кровь. Оказались, они у меня уже есть. Ну, как бы антитела и в существенном титре. Антитела просто так против коронавирусной инфекции появиться не могут. Соответственно, переболел я первый раз, не зная того. Поэтому я думаю, на самом деле людей таких больше. Просто они не все диагностированы. Второй раз это происходило в некотором роде легче или абсолютно так же бессимптомно? Первый раз было абсолютно, ну, практически бессимптомно, так скажем. Просто уже потом ретроградно, назад отматывая. Я где-то нашел какой-то у себя там пик, наверное, 5-7 минут подъема температуры, которую в обычной жизнедеятельности мало кто обращает внимания. Второй раз, да. Второй раз было уже в кавычках поинтересней. Ну, какие-то болезненные ощущения в суставах. Остеновегизативный синдром так называемый. В суставах, в мышцах были. Уже температура почаще поднималась. Но достаточно все равно легко против, так скажем, среднего и тяжелого течения, конечно. Но если соотносить первый раз и второй раз, то второй раз я в действительности переболел тяжелее. Расскажите, пожалуйста, как работают антитела нашим зрителям и что еще помимо антитела обеспечивает иммунитет от коронавирусной инфекции? Улучшить иммунитет – это простые правила. Нет стресса, спокойно спим, спокойно кушаем и правильно все это делаем. И вам обеспечит нормальный иммунитет. Ничего более тяжелого, наверное, и эффективного человечество еще не придумало и не придумывает. Ну, это понятное дело, что на фоне отсутствия различных заболеваний и так далее. То, что касается механизм защиты, если простыми словами говорить, то у нас есть клетки иммунные, которые вырабатывают антитела. Сейчас уже достаточно многие знают, что антитела класса А и М вырабатываются в первые промежутки времени контакта с инфекцией. Они, к сожалению, из-за того, что они конструируются очень быстро, так скажем. Вот вам считаете, что самолет нужно собрать за один-два дня. Понятное дело, что он получится у вас такой, так себе, скажем, и комфорта там не будет, а и летать он будет неважнецкий. Вот такие же у нас и антитела, которые острофазные, которые вырабатываются в первые дни болезни. Они не такие специфичные, они не так сильно связываются хорошо с вирусом, они не так способствуют его убиванию. Через 2-3 недели в среднем, ну, чаще всего это 10-14 дней, начинают вырабатываться другие антитела, иммуноглобулины G, так называемые. Вот это антитела, которые, как ключик к замку, подходят намного более эффективно к вирусу и способствуют тому, что вирус с каким-то промежутком времени будет убит. Самое прекрасное в нашей иммунной системе, у человечества, то, что есть клетки, так называемые клетки памяти. Они остаются в лимфатических узлах в определенных зонах, ну, грубо говоря, в организме. Живут достаточно долгий промежуток времени. При некоторых случаях вирусной инфекции они живут, могут жить всю жизнь и обеспечивая нам пожизненный иммунитет. В некоторых случаях они могут жить год-два, при гриппе они живут, например, полгода. Так вот, эти клетки памяти, они у нас живут. И при повторной инфекции вот этого всего запуска с наработкой иммуноглобулинов А и М, острых фазок, которые, вот мы сказали, которые плохо летают, да, которые плохо выполняют свою функцию, оно уже происходит по минимальному уровню. Главным образом реагируют как раз те клетки Б памяти, которые у нас уже есть, которые вырабатывают очень классные, очень чувствительные и очень эффективные иммуноглобулины G. И поэтому человек, столкнувшись повторно с инфекцией, у которого достаточно большое количество клеток Б памяти, и у которого достаточно хороший, так называемый, защитный титр иммуноглобулинов G, он, столкнувшись с инфекцией, не понимает, что он столкнулся с ней. Иммунная система успевает настолько быстро задавить вирус, что это бывает даже без каких-либо внешних проявлений, без подъема температуры, без какой-то слабости, усталости. Все, иммунная система справилась, а мы даже про это не знаем. Правда ли, что иммунитет к вирусу может быть и у тех людей, которые не переболели COVID-19? Дело в том, что те, которые не имеют иммуноглобулинов G, эффективных, они будут все-таки болеть. Иммунная система как-никак будет на это реагировать, будет прямо воспаление. Другое дело, какое оно будет. У кого-то будет легко, у кого-то бессимптомно, а кто-то заболеет по-настоящему серьезно. Те люди, у которых есть защитный титр иммуноглобулинов G, они в нашем просто народе не заболеют никак вообще. У них не будет никаких проявлений. Это как мы прививаемся от гриппа. Если мы привились от гриппа хорошо, попали в тот штамм вируса, который сейчас распространяется, собственно говоря, мы гриппом по второй раз и не заболеваем. Так же, как мы краснухой второй раз можем не заболеть при наличии титра антител. Хотя мы с ним сталкиваемся, с этим вирусом. То же самое и здесь происходит. Второй раз, с иммуноглобулинов G, люди не заболевают, никаких внешних или внутренних проявлений у них просто нет. Очень важный вопрос. В осенний период и в зимний тоже, в момент эпидемии коронавируса и, возможно, и второй волны, рекомендуете ли вы прививаться от гриппа? Как это влияет на иммунитет? Очень хороший вопрос, на самом деле, просто, как сказать, эпидемиологически подкованный. Сейчас дело в том, что все диагностические и организационные сложности в медицине будут опять связаны с очень сложной дифференциальной диагностикой. Отличия нужно найти между гриппом и коронавирусной инфекцией. Это первый момент, потому что мы начнем это сейчас путать опять. Как бы мы ни старались делать, какие исследования. Я прошу прощения, что ПЦР, что компьютерная томография 100% отличий гриппа от коронавирусной инфекции в какой-то промежуток времени могут не дать. У нас ПЦР бывает ложно-отрицательный, а КТ, компьютерная томография и там, и там будет показывать вирусное воспаление. Вот и все. Поэтому, если с организационной точки зрения смотреть, то, конечно, желательно, чтобы люди своевременно привились хорошей вакциной от гриппа. Более чем однозначно. На организационном уровне это позволит нам уменьшить количество людей, которые больны гриппом. Вот, прежде всего. И в отсутствие вакцины от коронавирусной инфекции нам это позволит быстрее диагностировать именно коронавирусную инфекцию. С другой стороны, если я смотрю на это как не медик, то совершенно, то прививку, если от гриппа ставить, то ее нужно ставить своевременно. Ну, может быть, вчера, либо буквально в ближайшие дни. Чтобы иммунитет, с одной стороны, успел с этой прививкой, так скажем, проработать, он все равно напрягается от новой прививки. Ему это требует задействовать определенные силы, работает над этим. И чтобы не произошло такого, что мы грипп поставили, да, и тут же пошли, столкнулись с коронавирусной инфекцией. Это будет нехорошо, это будет тяжело для иммунитета. Ну, это по факту две нагрузки вместо одной. Конечно, иммунитет далеко не каждого человека будет с этим благополучно справляться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, прививку от гриппа нужно ставить, но ее нужно ставить своевременно. Не сталкиваясь при этом с потенциальной коронавирусной инфекцией. В идеале, если у наших зрителей есть возможность и позволяет организм и обследование врачебное привиться от гриппа и на какое-то количество дней, условно, закрыться. Ну, не то чтобы закрыться, но да, это вот такие тепличные условия должны быть. Ну, понятное дело, что это не нужно на этом фоне лететь сразу в аэропорт, спускаться в метро, на какие-то большие коллективы попадать и так далее. Риск любой потенциальной инфекции, на самом деле, респираторной, в такие моменты возрастает. Учитывая, что у нас в сентябре еще становится, в принципе, холоднее, мокрее и вообще не такая комфортная погода, то это все, конечно, в скобе складывает и приводит к тому, что вероятность заболеть вирусной инфекцией возрастает. Ну, сейчас же во многих городах и странах даже от гриппа начали ставить специально до сентября. По вашим наблюдениям, у вас в Российской Федерации, Антон Валерьевич, немножко подскочил сейчас статистический уровень. Наверное, глобально две причины таких больших. Во-первых, в действительности вернулись в мегаполисы, в города студенты-школьники. Они вернулись отовсюду. Кто-то отдыхал у бабушек и дедушек, кто-то на курортах. Это первое. То есть толпотворение людей в городах увеличилось. Безусловно, это является одним из факторов того, что в России в том числе начала увеличиваться заболеваемость коронавирусной инфекцией. И это, ну, к сожалению, это сейчас так. С другой стороны, очень многие данные говорят о том, что, опять же, мы школьников, школьников, студентов, работников, обеспечивающих все эти процессы, призвали на работу, призвали на учебу. Соответственно, количество обязательно тестируемых людей тоже увеличивается. И есть данные, что процент положительных инфицированных, он примерно такой же, на самом деле, по отношению к общему количеству тестируемых. Но факт остается фактом, количество увеличивается. Увеличилось у нас тестирование или не увеличилось. Больше пациентов, соответственно, еще больше риск того, что может количество возрастать лавинообразно. У кого формируются наиболее стойкие иммунитеты и от чего это зависит? Здесь при коронавирусной инфекции работает стандартное правило иммунологии. Легко переболел, слабый иммунитет. Ну, как они дословно говорят, слабо переболел, слабый иммунитет. Сильно переболел, сильный иммунитет. Вот это всегда к вирусной инфекции относится, на самом деле. Потому что там выславливают то, что, ну, чем сильнее человек переболевает, тем сильнее напрягается иммунитет. Тем больше он генерирует антител и тем больше вот этих вот как раз Б-клеток памяти. Меньше болеют и легче болеют, да, однозначно те люди, которые, так скажем, практически здоровые. У которых нет ожирения, у которых нет аллергии, у которых нет сахарного диабета и заболеваний органов дыхательной системы. И самое главное, на самом деле, самое простое, когда я всегда говорю своим пациентам, это просто меньше переживать. Меньше стресса, больше сна и хорошего питания. И если у вас нет тяжелой сопутствующей патологии, то и он очень легко перенесет инфекцию, так скажем, коронавирусную. Антон Валерьевич, очень важный вопрос, который мы задаем всем нашим экспертам по поводу второй волны коронавирусной инфекции. Будет ли она? Существует ли она? У вирусных инфекций есть особенность. Они подпрыгивают, естественно, осенью. Это обычная закономерность, которая была, будет всегда. Коронавирусная инфекция здесь абсолютно не исключение. Поэтому подъем заболеваемости осенью, он однозначно будет, что бы мы ни делали. Тяжелее или легче это будет протекать, знаете, мы сейчас по-разному картину наблюдаем, на самом деле. Если говорить прямо вот о каких-то индивидуальных примерах, то вполне возможно, не исключено, что оно будет протекать и тяжелее, да, и распространенней. Но тут важно понимать, что медики сейчас научились бороться с этой новой коронавирусной инфекцией. Ведь с чем был связан тот хаос, ну, по-другому не скажешь, да. Очень большая верлентность заразности этой инфекции, да. Тотально быстрое распространение, которое наложилось на отсутствие грамотной, запротоколированной, методологически подготовленной диагностики, да. Мы даже диагностировать нормально не могли, да, первое время. Мы не знали, где братья реактивы, их не было, по сути говоря. Вот, не знали, чем лечить. Ну, какие-то догадки были, столько, ну, вы слышали, да, что происходило, начиная от курения и заканчивая, я не знаю, чем еще там, мужчинами, которые чаще болеют. Вот, это, ну, просто вал дезинформации происходил. Сейчас у нас, у медиков есть четкие алгоритмы диагностики, лечения, профилактики. Вот, еще чуть-чуть и появится профилактическая вакцина. В организационном плане, конечно, вторая волна будет намного легче. Вот, но опять же, если она будет протекать индивидуально, у каждого человека тяжелее, ну, то это как бы заставит нас понапрягаться немножко и полечить людей так, чтобы было все хорошо. На самом деле, такая маленькая организационная модель, которую видно, к сожалению, не во всех городах. Ну, и с другой стороны, я понимаю, городские, наверное, власти, которые запустили практически стопроцентно город к жизни, да, это экономически обусловлено. Но, все-таки, сейчас, наблюдая за тем, сколько коронавирусной инфекции, в принципе, и сколько людей вышло опять в работу, в жизнь, конечно, по возможности в городах, учреждениях, ну, начиная от самых маленьких, да, и до самых больших учреждений, там, где есть возможность сохранить без ущерба для экономики и, в принципе, самого процесса дистанционный формат, конечно, это будет классно, на самом деле. За это и медики, и города, и в конечном итоге экономика скажут только спасибо. Вот, но, повторюсь, там, где это возможно, без ущерба. Вот, поэтому это, ну, так скажем, самое, наверное, мое главное пожелание, вот, в то время, которое сейчас у нас начинается. Но это временная мера тоже, да, это не навсегда. Абсолютно, да, потому что, на самом деле, ну, нам еще чуть-чуть времени осталось, и вакцин будет много, на самом деле, это первое. Второе, ну, нам зиму, я думаю, пережить максимум, вот, и ситуация будет налаживаться. Антон Валерьевич, спасибо вам большое за беседу. Мы желаем успехов в вашей научной деятельности и, конечно же, здоровья вам и вашим коллегам. Уважаемые зрители, мы увидимся с вами в самое ближайшее время и узнаем, какими ценными советами, информацией поделятся с нами в очередной раз эксперты со всего мира в программе «Экспертсток» здесь, на Казах ТВ. «Экспертсток» здесь, на Казах ТВ.